Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня или Креста Воздвижения отмечается православными 27 сентября и относится к числу 12 важных церковных праздников. Об истории, смысле и традициях этого праздника нам рассказал протоиерей Игорь Штапа. Сегодня 27 сентября Православная Церковь вспоминает два события. Собственно, сам Крест Господень, на котором принес в жертву за грехи людей Господь наш Иисус Христос и событие древнее обретение самого Древа Животворящего Креста Господня. Крест Господень во все времена для христиан является самой главной святыней, символом христианства. На кресте Господь умертвил смерть, как поет сегодня Церковь, и смерть становится пустой. Господь Вседержитель, Творец мира посреди земли сегодня соделал спасение на кресте Господнем. Мы с вами, дорогие православные христиане, каждый день осеняем себя крестным знаменем. С раннего детства и до последнего вздоха мы проживаем под сенью Креста Господня. Мы осеняем крестным знаменем все, что нам дорого, наши детей, наши жилища. Мы освящаем крестным знаменем свою пищу, освящаем дальнюю дорогу. Мы просыпаемся ранним утром и осеняем себя крестом, и погружаемся в глубокий сон, тоже осенив себя крестным знаменем. И сегодня православная Церковь призывает всех христиан отдать должное поклонение Животворящему Кресту Господню, потому что это самое главное наше знамение, самое главное наше орудие. Крест Господень возвышается над храмами, крест Господень пребывает во всей нашей жизни. И мы, как под его защитой, чувствуем себя спокойно, мы чувствуем, что Господь нас не оставляет. И я желаю, чтобы каждый верующий в Христа человек не забывал бы о том великом подарке, который дал нам Господь, свой Животворящий Крест Господний. Непостижимая и непобедимая сила Животворящего Креста Господня не оставит нас грешных. Аминь. Накануне праздника во время всеночного бдения крест, украшенный цветами, выносится на середину храмов. По благословению архиереев совершается воздвижение креста. На четыре стороны воздвигается Крест Господень, читается пять специальных прошений, и священник поднимает его высоко и опускает до самого низу, сначала на восток, потом на запад, потом на юг, на север, и заканчивает снова на восток. Это чин воздвижения Креста Господней. Как бы отдавая дань давнему событию, когда Крест Господень был обретен, и все хотели к нему прикоснуться, но из-за большого стечения людей это было сделать невозможно, и Крест просто поднимался высоко в небо. Его держали на руках священнослужители, и люди поклонялись Кресту и говорили, «Господи, помилуй!» Крест Господень будет целую неделю лежать в храмах, посредине храма, украшенной цветами, чтобы все верующие, желающие, кто не успел побывать на праздники, в период поправства можно прийти и приложиться к честному, же творящему Кресту Господню. Церковь открыта для каждого. Кстати, Крестовоздвижение выпадает на строгий пост. Из рациона исключается мясо, рыба, яйца и молочные продукты. А вот растительное масло разрешено.